Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Карен Григориан, вы на канале Наша Среда. Как многие из вас уже, наверное, знают, накануне Никол Пашинян заявил о том, что в Армении летом пройдут неочередные парламентские выборы. Возможно, развитие событий, что предшествовало этому заявлению, мы сегодня обсудим с политологом Грантом Никаэля. Добрый день, Грант! Добрый день, Карен! Спасибо, что согласились побеседовать с нами. Итак, Грант, скажите, дата выборов назначена. Скажите, вот на ваш взгляд, кому оно больше на руку, вот эти внеочередные выборы, все-таки оппозиция или власть? Я думаю, что, несмотря на то, что в рядах оппозиции есть силы, которые считают, что это им выгодно, скорее это выгодно власти. И, конечно же, власти это выгодно не полностью. Наиболее предпочтительным вариантом для власти было бы отсутствие всяких выборов и проведение выборов в декабре 2023 года. То есть, очевидно. Но в сложившейся ситуации все-таки это для власти более предпочтительный вариант, поскольку позволит решить несколько задач. Конечно, в случае победы. Во-первых, это позволит легитимизировать капитуляционный договор, точнее заявление от 9 ноября, которое Пашинян подписал с Алиевым и Путином. Во-вторых, и разделить ответственность с избирателями. Во-вторых, это позволит обрести некий новый заряд легитимности, с помощью которого власть попытается продолжить концентрацию ресурсов в своих руках. Вплоть до полного захвата судебной системы, что на самом деле сейчас у них один из главных вопросов. И в-третьих, это позволит хотя бы на время ситуацию стабилизировать и перевести в новое состояние. Отчасти это уже удалось. Потому что сейчас в повестке общественной дискуссии уже Арцах это не единственная тема, как минимум. К сожалению, власти это удалось. В том числе с путем применения множественных манипулятивных тактик, бросов информационных всяких и так далее. Им удалось сместить фокус. Кроме того, благодаря пассивности и непоследовательным, непродуманным и не всегда адекватным действиям оппозиции. Благодаря всему этому власть смогла стабилизировать ситуацию для себя. Их положение сегодня и в ноябре сравнить невозможно. Кроме того, власть смогла перевести противостояние из поля парадигона, из поля идеологии, из проблемы Арцаха в проблему внутренней политики. И назначение выборов сигналирует об этом. А кроме того, вот этот весь контекст позволит власти еще и ослабить давление институционального противодействия, которое существует. А оно сегодня сконцентрировано в нескольких органах. Это Высший судебный совет, Конституционный суд, это судебная система, это армия, генеральный штаб почти в полном составе, а также многие командиры, да и вообще вся армейская структура, по большому счету. Это офис президента, офис защитника прав человека. По большому счету это все государственные ведомства, которые напрямую не подчинены правительству. Ну, например, такие, как Академия наук, Палата адвокатов и многие другие. Это, можно сказать, противодействие института. Но в случае победы на выборах Пашинян может попытаться это преодолеть. И, соответственно, у нас будет уже новая ситуация. Это с точки зрения власти. Теперь, с точки зрения оппозиции, во-первых, оппозиция испытывает внешнее влияние. Влияние как России, так и Запада. Оттуда она и оттуда, и оттуда она слышит, что и оппозиции не следует действовать вне конституционных рамок. Получается, что Пашиняну можно, что сдавать отцов можно, а в оппозиции вне конституционных рамок действовать нельзя. Плохо, на мой взгляд, что она приняла такие правила игры и, по сути, позволила легитимизировать практически сдачу Арсаха. Кроме того, оппозиция очень сильно расколота на данный момент. И это еще одна серьезная проблема. То есть, несмотря на то, что прошло 4,5 месяца, мы видим, что формат 17 партий с одной стороны, парламентская оппозиция с другой, разных других миноритарных партий, партий союзных Пашиняну. Ну и сейчас появляется несколько новых партий. Вот все эти форматы, они так или иначе сейчас, значит, все эти форматы, все эти партии, они разделяют оппозиционное поле. И существует риск, что даже несмотря на непопулярность Пашинян может избраться именно благодаря тому, что противники будут расколотить. И этот вопрос оппозиции необходимо будет решить, если она все-таки собирается участвовать в выборах. Ну и напоследок скажу, что у оппозиции пока что не видно четкой программы действий. И я считаю, что, конечно, уже это и так большое опоздание, но это уже давно нужно делать и любой момент для этого подходит. Так что, чем раньше оппозиция представит свою программу, свою политику и свои стратегические цели, тем лучше. Грант, вы сказали о том, что, значит, для власти это не лучший вариант, тем не менее она избрала вот этот путь. Скажите, на ваш взгляд, это было сделано под каким-то давлением? Просто, так скажем, с точки зрения простого обывателя, вот этого давления такого чудовищного не видно было, из-за чего могли пойти власть на эти шаги. Либо она уверена, что она все-таки выиграет эти выборы. И на чем тогда строится ее уверенность, если она уверена в этом? Да, спасибо за уточняющий вопрос. Действительно, такого давления, которому власть не могла бы противодействовать, не было. Но давайте отметим, что если бы такое давление было, то власть ушла бы и без выборов. То есть давление, достаточное для выборов, скорее всего, можно считать, что было. Почему? Каким образом власть могла эти сигналы считать? Во-первых, было несколько соцопросов, в том числе как открытых, так и закрытых, на которых примерно один и тот же результат фиксировался, что от 505 до 60% избирателей хотят новых выборов. Это раз. Во-вторых, был зафиксирован тот факт, что Генштаб против Пашиняна. И Генштаб выразил свою позицию на диспозицию сил в стране. Кроме того, оппозиция возобновила свои акции протеста. И власти казалось, что волна протеста, которая была в ноябре-декабре, она сошла на нет. Но в конце февраля мы увидели, что эта волна возобновилась и даже выросла. И сейчас мы, опять же, видим, что ситуация не такая, что ситуация полностью под контролем, что у нее очень много сторонников. И против власти выходит очень много людей. Хотя и в последние дни все меньше, потому что люди постепенно разочаровались в оппозиционном движении и не видят перспектив его успеха. И по совокупности этих факторов, то есть движения оппозиции, соцопросы и заявления армии, в итоге власть приняла решение, что ей все-таки стоит пойти на выборы, что удержать ситуацию под контролем без серьезных потрясений ей не удастся. А в случае серьезных потрясений власть может скорее проиграть, потому что с силовым ресурсом там тоже все не очень хорошо. Скажите, а вот если все-таки говорить про опросы, что показывают они? Власть скорее выиграет эти выборы? На какой ресурс она может опираться, кроме административного? Какая часть общества сейчас за власть? На данный момент все еще довольно большая часть общества за власть. По данным в середине февраля, эти данные немного устарели, но вряд ли все радикально изменилось, 33% были готовы голосовать за правящую партию, и это гораздо больше, чем за ее прямых конкурентов. Там есть определенные искажения, которые вызваны тем, что в последнее время в Армении очень многие люди не отвечают на соцопросы и так далее. Но степень этих искажений, правда, мы выяснить не можем. Кроме того, есть еще очень серьезное различие между Ереваном. Если в Ереване рейтинг Пашиняна, скажем, около 20%, то в регионах он ближе к 40%. Проблема вот в чем. А в селах и того выше, порядка 45%. Прошу прощения. То есть на сегодняшний день можно сказать, что у власти от 30 до 40%, фактически по опросам показывает сторонника власти. Верно, но теперь почему в регионах рейтинг власти выше? Потому что влияние тех пропагандистских инструментов, которые власть использует, оно выше в регионах, и информация оттуда доходит с опозданием. В Ереване люди уже, в принципе, поняли, что произошло. В регионах пока еще цельной картины произошедшего нет. Людей продолжают обманывать. Плюс там сильнее влияние полиции, силовых структур. И поэтому рейтинг власти там выше. Он падает и в регионах, но он все-таки там еще высок. И да, можно сказать, что рейтинг власти от 30 до 40%, ну, скорее, ближе к 30%. Но вот здесь уже открывается серьезное поле для действий оппозиции. Во-первых, сможет ли она мобилизовать неопределившихся избирателей? Во-вторых, насколько расколотой будет оппозиция? В-третьих, значит, внутри оппозиции какие силы, найдутся ли такие силы, которые будут готовы сотрудничать с Пашиняном и образовать с ним коалицию, к примеру? Это тоже важный вопрос. Потому что если таких сил не найдется, это одна история. Если такие силы будут, это другая история. Как следствие, есть серьезные, я бы сказал так, есть серьезные риски на данный момент. В том числе риск того, что Пашинян победит и продолжит свою капитуляционную политику. Скажите, а то, что оппозиция свернула свой протест на Багранана, и, если я не ошибаюсь, переместилась на Демирчана, это показывает факт того, что оппозиция все-таки согласилась на внеочередние выборы. Потому что вначале заявления были разные, кто-то говорил, что мы продолжаем и требуем отставки. Все-таки это показатель того, что оппозиция смирилась или нет? Вот ваше второе определение ближе к истине, чем первое. Я бы не сказал, что оппозиция согласилась на внеочередние выборы, но скорее она смирилась с тем, что они пройдут, что она не может им воспрепятствовать. А почему это так? Ну, потому что, как мы уже поговорили, действия оппозиции не были достаточно эффективными, и на них было внешнее влияние, которое их сдерживало. И, как следствие, оппозиция не смогла добиться того успеха, на который претендовала. И программа, которая была объявлена оппозицией, то есть программа минимума – это смена власти, это смена переговорной повестки, минимизация сдержек в переговорном процессе, ну, а дальше стабилизация государственного аппарата и восстановление армии. Вот всего этого оппозиция не добилась, и она это, по сути, признала. Скажите, Вазген Манукян, уже объединенный фактически лидер оппозиции, заявил о том, что он не будет участвовать в выборах. Видите ли вы сейчас такую фигуру в оппозиционном лагере, которая может объединиться вокруг себя? И если нет, возможно ли победа разрозненной оппозиции, если они не объединятся вокруг одной фигуры? Ну, я бы не сказал, что Вазген Манукян – это лидер оппозиции. Скорее, Вазген Манукян – это компромиссная фигура для оппозиции. Теперь, что касается другого лидера, то на данный момент есть несколько подобных кандидатур, потенциально, как минимум, да. То есть, среди них могут быть, скажем так, Роберт Хочарян, естественно, часто про него говорят. Я сейчас представил заявку, например, Ваги Акупян. Ваги Акупян – это бывший губернатор Сюника. И он, в принципе, определенный ресурс, в том числе народной поддержки, в том числе в областях, и в том числе финансовый ресурс имеет для того, чтобы представить свою заявку. Кроме того, есть другие кандидатуры. Ну, например, в прошлом достаточно высокий рейтинг был у бывшего премьер-министра Карена Карапетяна. Он пока что не собирается возвращаться в политику, но в любом случае потенциально такая фигура могла бы быть хорошо заметна на оппозиционном фланге. Есть и другие фигуры, которые на это претендуют, но вряд ли на данный момент другие фигуры могут на данный момент добиться успеха. Теперь, что касается того, нужно ли полное объединение, ну, естественно, полное объединение на данный момент невозможно. Невозможно оно в силу того, что армянский народ и его политизированная часть на данный момент не готовы осознать глубину всей ситуации. Почему я это говорю? Потому что, если мы говорим о том, что стоит задача сохранения или спасения Родины, то, а я уверен, что вопрос стоит именно так. Но если мы это искренне говорим, это означает, что любые склоки между собой оппозиция должна была отложить. В том числе формат 17 партий должен был сотрудничать с партией, просвещенной Светлой Армении. Партия Светлой Армении должна была со своей стороны сделать шаги. В том числе эти 17 партий должны были найти больше возможностей для диалога друг с другом. Партия Процветающая Армении не должна была, скажем так, пытаться играть в собственную игру. Все они должны были найти адекватный общий язык с президентом, а он с ними и так далее. То есть вот всего этого мы на данный момент не видим. К сожалению, идет, по крайней мере, вот то, что видно всем, это то, что происходит внутриполитический процесс. И поскольку он происходит, то мы не видим вот именно основы для этого объединения. Но на выборах во внутриполитической системе Армении есть возможность второго тура выборов. И вот если будет второй тур, то, в принципе, это неминуемо приведет к объединению оппозиции. Как минимум к объединению той ее части, которая не будет вставлять палки в колеса той политической силе от оппозиции, которая среди всех оппозиционных партий получит больше всего голосов. Поэтому тут, скажем так, даже если они добровольно не готовы объединиться, не исключено, что все-таки какие-то возможности для объединения у них появятся, хотя бы то, что будет их заставлять. Ну и хотел бы к этому еще добавить, к роли президента я думаю, что эта роль еще не исчерпана. И я думаю, что политическим силам стоило бы, ну как минимум, какие-то консультации проводить с ним, в том числе еще и до того, как принимать основные решения, потому что, по крайней мере, у президента есть определенные легальные механизмы воздействия. И если бы, по крайней мере, политические силы и президент знали бы повестку друг друга, они, по крайней мере, смогли бы более информированно действовать. Пракция МОСАГ внесла в национальное собрание проект по праву безбирательных кодекса. Сейчас они проходят согласование в Венецианской комиссии. Скажите, почему власть так торопится? Что им даст вот эти поправки? Какие плюсы они из этого могут изолить? Они предполагают, что это поможет им снизить количество голосов за их основных оппонентов. Потому что нынешний избирательный кодекс с так называемой рейтинговой системой предоставляет возможность комбинировать голоса за, скажем так, разных локальных или региональных авторитетов с голосами за дуэлию партию. И это все-таки скорее выгодно, скажем, тем силам, которые аффилированы с бывшими властями, потому что они более, скажем так, были более успешными в бюрократической работе. И хотя на данный момент эта разница невелика, и уже такие авторитеты есть и на стороне нынешней власти, но тем не менее все-таки этот фактор власти считают существенным. Его существенность переоценивать не стоит. Скорее всего, речь идет об 1-2% в общей массе. Но когда стоит вопрос для всех политических сил жизни и смерти, то эти 1-2% могут сыграть свою роль. Грант, последний вопрос. Скажите, вот очень много слухов входит о том, что если вдруг рецепт Пашиняна будет падать быстрее, чем в вас рассчитывает, он может отказаться от неочевидных выборов. Скажите, как вы считаете, возможно ли такое? И если вдруг такое произойдет, не вызовет ли это вот именно такую волну протеста, которая заставит его падать в отставку без выборов? Я бы сказал так. Вероятность проведения выборов на данный момент велика. Хотя полностью исключить их отмену я бы... Полностью исключать бы я не стал по двум причинам. Во-первых, Пашинян уже показывал, что он может отменять выборы избирательных процессов. 5 апреля 2020 года должен был пройти конституционный референдум. А в феврале нынешнего года, два месяца назад, почти были отменены парламентские выборы. Поэтому, по сути, такой опыт у нас есть. Это первый фактор. А во-вторых, Пашинян показал, что ради своих внутриполитических целей он может манипулировать и законом, и истиной, и государственными институтами. Простой пример. Административный суд восстановил в должности у главы генерального штаба Армении Оника Гаспаряна. Пашинян утверждает, что он назначил другого главу генерального штаба. Что просто нонсенс. В том числе потому, что назначение нового главы генштаба не принял президент. Соответственно, президент не принял назначение нового главы генерального штаба. Административный суд восстановил должности старого главу кинштаба, а Пашинян говорит, что... То есть, по сути, Пашинян не признает суд, не признает президента, а кого он признает? Кроме того, выборы все-таки еще официально не назначены, и объявление в Фейсбуке премьер-министра – это еще не гарантия, потому что выборы должны быть назначены Центральной избирательной комиссией, и это должен быть целостный процесс, плюс премьер должен подать в отставку и так далее. Там целый правовой процесс, и Пашинян, естественно, опасается, чтобы этот процесс пошел так, что он, скажем так, что он может потерять власть еще до выборов. Вот он этого больше всего опасается. Но даже если он отменит выборы, я не думаю, что непосредственно поднимется такая волна, которая заставит его назначить новые выборы или подать в отставку. По крайней мере, если такой потенциал волны и есть, то мы его до сих пор не увидели, а из этого я делаю вывод, что на данный момент такого потенциала нет. Но другое дело, что сейчас будет теплее, и, по крайней мере, те люди, которые не выходили на улицу из-за холода, они могут выйти. Но, с другой стороны, сейчас третья волна ковида, и это тоже снижает социальную активность. Как бы там ни было, на данный момент я не вижу причин. Почему отмена выборов может привести к перевороту, к революции и к действиям, которые непосредственно приведут к отставке по шинам. Спасибо большое, Гранд, за разъемные ответы. Мы будем следить за развитием событий. Уважаемые зрители, с вами была наша среда. Спасибо. 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 Спасибо.